Здоровый образ жизни и здоровое питание. Что они из себя представляют? Что такое на самом деле здоровое питание и для всех ли оно одинаковое? Попробуем сегодня разобраться. Это программа «Здоровье» и Алиана Парчуева. Здравствуйте. И разобраться в этих вопросах нам сегодня помогут гости нашей студии, специалисты Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Раджавова Гюльнара Абдулазизовна, заведующая отделением организации медицинской профилактики, и Максудова Айшат Мухудадаевна, врач-терапевт-диетолог. Здравствуйте, я рада вас приветствовать. Здравствуйте. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. Номер в студии 694472. Звоните, задавайте волнующие вас вопросы. Тем более тема достаточно интересная, достаточно обширная. И прежде чем начнут поступать звонки от телезрителей, я бы хотела задать свой первый вопрос. Что же все-таки здоровый образ жизни, что входит в это понятие? Ну, значимость здорового образа жизни, она вызвана изменением возрастания нагрузок на человека. И для сохранения здоровья нужно как бы соблюдать все основы формирования нашего здорового образа жизни. Туда входит рациональное здоровое питание, физическая нагрузка, сон минимум 8 часов, личная гигиена, профилактика вредных привычек. И одной из важных составляющих здорового образа жизни является соблюдение режима дня, в который входит распорядок поминутно распределенный. Это время для отдыха, для работы, для сна, для приема пищи. Очень важно соблюдение, сохранение здоровья, соблюдать все эти правила. И как бы время для, нужно необходимо, например, отходить ко сну или прием пищи в определенное время, для того, чтобы выработался условные рефлексы. И уже к этому времени мы уже знаем, да, что наступает чувство аппетита там, и уже мы знаем, что прием пищи. И также отход ко сну для того, чтобы уже легче было, и лучше усваивалось, засыпалось. И для основы, значит, основы здорового, как бы, одной из основ здорового питания у нас в законе лежат три основных закона. Первый закон гласит о равновесии, равновесимой поступаемой и расходовой энергии. Это гласит, означает сбалансированность калорийности рациона в течение режима дня, в течение суток, энергетическим затратам организма. Если калорийность рациона, дневного рациона не компенсирует, да, энергетическим затратам, то мы наблюдаем у пациента истощение организма и нарушение функции органов и систем. А если идет увеличение, значит, калорийности, то мы видим, что идет преобладание, приводящее к которым избыточной массе тела, ожирению и уже более таким серьезным заболеваниям, как сердечно-сосудистая система, сахарный диабет. Второй закон гласит о как бы сбалансированной калорийности пищевого рациона в течение дня, потребность в белках, углеводах, жирах, витаминях, микроэлементах. Они необходимы, потому что некоторые компоненты, они не формируются в нашем организме и обязательно должны поступать изне пищевыми продуктами. Также мы должны как бы разнообразить свой рацион обязательно, у нас в Дагестане, конечно, приоритеты более мясные продукты, мучное, и хотелось бы, чтобы приоритеты были фрукты, овощи, менее 400 грамм обязательно, более 400 грамм обязательно, фрукты, овощи, я сказала, меньше употребления соли, консервированных продуктов. Это всё как бы рацион должно быть у нас на 100 лет в течение суток. Хотелось бы так сказать, чтобы научились к культуре разумного потребления. К культуре разумного потребления не взять кусочек лишнего вкусного продукта, чтобы не сбить дисбаланс нашего, потому что приводит к нарушению и как бы приводит к заболеваниям. Вы сказали, что здоровый образ жизни, да, это в первую очередь соблюдение режима. Ну, для меня, например, здоровый образ жизни, это всегда было там питание, занятие спортом, да, а режим, например, сон полноценный, неполноценный, как он влияет на состояние человека? Ну, ежедневно, если как бы недосыпание, но минимум сон, он обязательно минимум 8 часов для как бы взрослого контингента, да, для детей как бы уже более по возрасту. И если человек каждый ежедневно недосыпает, то приходит, это уже может потом привести к бессоннице и, значит, заболевание со стороны нервной системы ежедневные. Многие что делают? Течение дня как бы, да, сидят в гаджетах, не занимаются. И как резерв от сна берут время для занятия и получается ежедневное недосыпание приводит к таким заболеваниям со стороны нервной системы. Если даже дополнить, то сон и циркадные ритмы на сегодняшний день настолько значимы вообще и в метаболическом процессе, да, в организме. Начиная там гормонального фона, выстраивание вообще здоровья во время того, как мы спим, вырабатываются определенные гормоны, которые стабилизируют, восстанавливают организм. И поэтому недооценить важность сна – это очень, как бы, скажем, большая ошибка очень многих людей. И когда объясняешь, что у нас есть простые правила, по которым мы можем вернуть свое здоровье или держать его хотя бы в профилактике, это сон, это питание, это солнце, это физическая активность. А это то, что нам доступно простым людям, то есть не обращаясь даже еще на пути к врачу. Поэтому думаю, что дополняю вот процесс, который должен быть. Если говорить о физической активности, да, принято считать, что спорт – это польза, спорт – это хорошо. Любой ли вид спорта полезен? Какой вид спорта наиболее полезен, если такой существует, универсальный? Ну, к сожалению, вот сейчас в наше время городские граждане, да, вот они у нас почти 50 раз, 50 раз они снижены, вот физическая активность. И вот это приводит к гиподинамии, да, она идет. И, к сожалению, занятия спортом не все стараются, как бы, времени нету или финансово, как бы, но занятия спортом более здоровым, как бы, считается, это ходьба, да, спортивная ходьба. А можно гимнастика, бег, плавание – это более такие виды спорта, которые действительно способствуют сохранению здоровья и улучшению и мышечной, и иммунной системы, и легочной системы. Это все укрепляет. А вот бег, кардионагрузки, они в любом возрасте можно начинать? Ну, вот человек не бегал, не бегал 50-55 лет, и тут вдруг бах, и решил заняться спортом, оздоровить себя. Насколько это безопасно вообще? Ну, прежде чем заняться спортом, тем более в этом возрасте, обязательно нужно проконсультироваться со специалистом. У нас замечательный отдел спортивной медицины, который контролирует и дает назначение, и этот углубленный медосмотр проходит спортсмен, и вообще все желающие заниматься спортом. И только после рекомендации, уже разрешения врача, уже можно, уже есть инструктор, который назначает теленагрузки самостоятельно, тем более в этом возрасте, категорически его нельзя, опасно. Как человек, который уже давно на физической активности и здоровом образе жизни, я вот однозначно скажу свое мнение, вообще, во-первых, очень часто сталкиваюсь, что пациенты приходят, они говорят, мы ходим, так как все начали рекомендовать ходьбу, и все люди считают, что даже они там от остановки до остановки, это ходьба. Но это не ходьба, мы не рождены лежать, я это постоянно повторяю, ходьба, здоровая ходьба, она может читаться, если от 30 минут непрерывно, соответственно, в какое-то хорошее атмосферное место, где есть здоровые, не у трассы, конечно, где много выхлопных газов, и мы там можем практически выкурить пачку сигарет, получить столько же негатива, да, точнее продуктов, которые нам необходимы, да, не нужны. И вот эта ходьба, которая должна быть непрерывная в парке, в море и так далее, вот это является именно основой, которая доступна для многих, ну а вот бег, соответственно, да, она, конечно же, если у человека избыточный вес, если у человека болезни суставов, если он не умеет правильно бегать, да, оно может принести вреда, чем ему пользу, поэтому пусть начнет хотя бы с ходьбы, или начнет, как Гульнар Абдул-Азизовна сказала, то есть с консультацией доктора, который ему уже подберет и подскажет, как это правильно сделать. Ну, а если ходьба, например, там до места работы, даже если через парковую зону, через хорошую зону, но ты идешь, ты напряжен, ты торопишься, ты спешишь на работу, эта ходьба считается? Ну, вот если говорить о том, что 30 минут хотя бы, или она непрерывная, да, такая вот активная, и если она еще есть, такая, конечно, такое понятие, как пульсовая зона, где сердечно-сердцебиение поднимается на тот уровень, где мы еще сжигаем, да, то есть если это контролировать, то, соответственно, это можно отнести к тому, что хоть какую-то пользу она нам приносит. Ну, если это в развалочку, там, такая прогулочная, то, ну, да, это свежий воздух, да. Здоровый образ жизни – это все-таки больше, наверное, про питание. Что же из себя представляет здоровое питание? Для всех ли оно одинаковое? Ну, здоровое питание одинаково для всех невозможно сказать, потому что все мы разные. Это раз. Второе, конечно же, есть общие принципы, принятые международными, соответственно, ассоциациями, ВОЗ, которые помогают нам ориентироваться на правильное здоровое питание. Поэтому, если ориентироваться на принципы правильного питания, то это, конечно, пирамида здорового питания, которую можно сейчас доступно в интернете все прогуглить, которую мы видим, на что нужно делать большой упор, соответственно, с чего нужно начинать свое питание. Сбалансированность, вот как Гульнар Абдулазизовна сказала, белков, жиров, углеводов, макронутриентов и микронутриентов – это очень важно, да. Вот именно сбалансировать эти ингредиенты помогает нам вот эта пирамида здорового питания, которая визуально человеку дает картину, что ему необходимо включить, в каком количестве. Также есть ориентиры, на которые можно тоже очень хорошо ссылаясь, я это принцип здоровой тарелки. Очень хорошо, просто вот рекомендую половину тарелки, которую вы вот всегда себе кушать кладете, кладите туда овощи и зелень, да. Да, простая, то есть простой must-have, который всегда выигрыш. Соответственно, пирамида сама, основа – это то, что находится ниже, то, что является базовым, это цельнозерновые, это крупы. Как бы сейчас очень разных направлений питания не существовало и не пытались бы убрать из рациона хлебобулочные изделия. Если да, если это рафинированные, простые и так далее сахара, из которых там булочки сделаны из высшего сорта муки, то да, это не есть хорошо. А если это уже цельнозерновое, это если мука грубого помола, там очень много полезных микро-макро-нутриентов, витаминов, клетчатки, которые мы получаем. Второй уровень – это будут, конечно, овощи и фрукты, дополню Гульнару Абдулазизовну, овощи не менее 450 грамм в сутки, это почти полкило овощей мы должны съедать. Будут они пусть свежие, будут они запеченные, как, то есть зависит от уже состояния человека, его пищеварительного тракта, какие есть противопоказания. И дополнен фруктами, ягодами, да. Тут тоже фрукты, конечно, чуть-чуть меньше должны быть, чем овощи, да. Я всегда говорю, это должно быть в три раза меньше фруктов, потому что очень часто тоже встречаю пациентов, которые и в нашем регионе, и в вашем окружении, я думаю, есть многие, кто считает, что фрукты – это полезно. Да, это, несомненно, полезно, там много микро-макро-нутриентов, но там очень много сахаров, там много фруктозы. И избыточное употребление фруктов, к сожалению, на сегодняшний день тоже является причиной ожирения и избыточной массы тела. Поэтому к этому тоже нужно относиться более осознанно. Следующий уровень – это, конечно, белок. Белковое питание – это всегда наше мясо, молочные продукты, морепродукты. Туда же относятся и бобовые и так далее. То есть вот эта пирамида вот так вот, соответственно, замыкает. У нас на верхушке оказываются жиры, да. То есть это тоже необходимый компонент пищи, который, соответственно, тоже нужно правильно подбирать. То есть они есть и насыщенные, они есть и ненасыщенные, растительные и животные, если легче объяснить. В нашем современном мире, к сожалению, очень много, особенно в нашем регионе, животных жиров. Мы склонны к мясоеды и молочных продуктам, поэтому молочных, точнее, жиров насыщенных, которые являются животными, их много. Но баланс именно растительных должен быть чуть выше. И оно является основой здорового питания именно средиземноморской диеты, которая вообще является одной из таких признанных, даже в ЮНЕСКО занесённой, как нематериальная ценность наследия нашего мира, то есть на которые ссылается вообще всё здоровое питание. Это побольше морепродуктов, побольше, соответственно, овощей и фруктов, цельнозерновые, и плюс оливковое масло, льняное масло, омега-3 и так далее. Вот эти продукты, которые необходимы для того, чтобы было сбалансированное здоровое питание в целом. Ну, есть, наверное, какая-то географическая предрасположенность. Например, в Высокогорье у нас люди любят мясо, злаковые какие-то продукты. И я даже сталкивалась с такой ситуацией, когда человек говорит, что ему не подходят фрукты. Он чувствует какой-то дискомфорт после того, как ест фрукты. Есть ли какие-то географические, действительно, такие пищевые привычки, которые влияют на человека? И я знаю, в некоторых странах люди не могут есть ту же самую рыбу или есть мясо в каких-то количествах. Да, совершенно верно. Есть вообще такая генетическая предрасположенность. И, скажем так, наш полиморфизм ферментная, соответственно, определенная предрасположенность переваривания каких-то продуктов. И оно отражается от зависимости от региона, в котором мы проживаем. Если брать те же северные регионы, у них в рационе больше всего жиров. И они должны быть, потому что жиры – это продукт, нутриент, который дает больше всего энергии. Соответственно, в холоде человек, чтобы согрелся, он должен кушать сало и так далее. И даже был такой пример, когда убрали у северян, решили поставить на правильное питание. И у них решили забрать жиры. Это вообще повсеместно было во всем мире. Жиры – это вредно. Соответственно, есть полезные овощи. То они начали массово болеть. И, соответственно, это было для них пагубно. Потому что их организм подстроен так, чтобы они могли выживать в тех условиях, в которых находятся. Если также брать, соответственно, Индию, да, это страна, где больше вегетарианцев, веганское питание, они, их не ферментная система, пищеварительный тракт устроен уже годами и спокон веков так, что они лучше могут усваивать те же растительные белки и, соответственно, не входя в дефициты, прожить. А вот если брать наш регион, да, нам будет сложнее, то есть быть веганами, потому что нам мясо необходимо и получить все необходимое из именно только растительного белка, да, то будет намного сложнее. Человек может быть получать те или иные заболевания, которые проявляются за счет того, что есть дефицит того же мяса и так далее, да. Поэтому непереносимость, в том числе фруктов и так далее, оно может быть еще особенностью определенных заболеваний, которые есть у человека. И, исходя из этого, конечно же, нужно обследоваться, посмотреть, а так вот территориально-региональные привычки, как говорится, ну, нутригеномика, она вот есть, и это вот привычный пищевой рацион, который кушали наши дедушки, бабушки и так далее, то есть оно для нас ближе. Но если брать то, что хинкало ели наши бабушки и дедушки, то есть если на это ссылаться, то они, конечно, ели не такие хинкало, которые мы едим. Если кто знает эти рецепты, то это и из грубого помола там гороховых, кукурузных, у них не было белой крахмалистой муки, то есть это были совершенно другие продукты питания. Поэтому, если к этим, да, они будут более здоровые для нас. Вы сказали, что полезно есть овощи и жиры, насыщенные, ненасыщенные, растительные в том числе. Картошка, овощ, жареные на растительном масле, жиры. Насколько вот такое питание можно считать полезным и где же вот этот баланс между здоровым и нездоровым питанием? Тоже картошку надо же есть, Абдулла Зизовна, да? Вообще картошка, вообще все, я вот как добрый диетолог и говорю, надо есть все, но понимать, что и как мы вообще должны это правильно упаковать, правильно это получить. И наш мозг должен понимать, что мы едим. Вот если говорить о том же там картошке фри, то, соответственно, она пропиталась маслом. Во-первых, это масло перегрелось, сколько раз жарилось, мы не знаем. Если вы это сами прожарили одноразово, то есть хочется иногда, вот редко, то есть очень прям захотелось, то это может быть таким иногдашним, да, скажем, такое вот неправильное изречение, но может быть. Но если картошку варить в мундире, точнее запекать, то в нем очень много калия, там, крахмал. Есть даже моменты, как можно его делать более полезным. То есть если мы, соответственно, этот крахмал сделаем более резистентный, то есть он в холодильнике чуть там застыл, он становится очень благодатной пищей для нашего микробиома, который питается за счет этих крахмалов и клетчатки. То есть каждый продукт, если понимать, что вот не надо из него делать вот такой вот жареный, насыщенный, то есть, конечно, там калории увеличиваются, там жиры неправильные, там жареные продукты, конечно, не принесут нам пользы. Потому что все масла, которые нагреваются, очень частая ошибка, что вот оливковое масло, оно полезное, то есть не рафинированное, то есть давайте на нем пожарим. Это глубочайшая ошибка, нельзя жарить на маслах, которые не рафинированы. Они не выдерживают высокие температуры, они сразу же становятся для нас вредными. То есть, во-первых, это да, жарить, да, его лучше исключить, но даже если говорить о нагреве, о тушении и добавлении в горячие блюда, то это масло топленое, которое наши бабушки употребляли, оно поддается высоким температурам, то есть с ним ничего не становится, он вредным для нас не станет. Вот популярное сейчас масло кхи, потом кокосовое, хотя оно для нашего менталитета и кому как подходит, можно, конечно, тут смотреть. А вот все растительные масла и нерафинированные, они должны остаться у нас в сыром виде. Это салаты, это заправка уже готовых блюд и так далее. То есть вот такой баланс. Давайте обсуждение здорового образа жизни и здорового питания продолжим чуть позже, а сейчас прервемся на короткую рекламу. Итак, это программа «Здоровье», и мы сегодня говорим о здоровом образе жизни. Я напомню, что на наши вопросы сегодня отвечают специалисты Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики. Раджабова Гюльнара Абдулазизовна, заведующая отделением организации медицинской профилактики, и Максудова Айшат Мухудадаевна, врач-терапевт-диетолог. Я также напомню, что мы работаем в прямом эфире, номер в студии 694472. Если у вас есть вопросы по здоровому питанию, здоровому образу жизни, звоните, спрашивайте, наши специалисты на них с удовольствием ответят. А у меня такой вопрос. Здоровый образ жизни включает в себя закаливание. Что оно из себя представляет, как его правильно начинать, и действительно ли оно так полезно, как принято считать? Ну, благодаря закаливанию улучшается работоспособность организма, снижается заболевание с простудного характера, и самочувствие улучшается. И, конечно, закаливание нужно начинать постепенно, и для себя нужно как бы хорошую привычку нести в течение распорядка дня. Это как бы с утра, как мы встаем, умываемся, чистим зубы, делать определенную зарядку. И также принимать водные процедуры потихоньку. Это все постепенно, чтобы организм привыкал. Также пробежки у нас замечательно к территориалям расположены. Здесь у нас и море, и горы. Как правильно начинать закаливание? Ну, то есть в январе, в декабре пойти сразу с холодного душа. Это будет правильно? Нет, это неправильно, конечно. Конечно, желательно более теплый сезон, время, когда уже организм еще не привыкший к таким перепадам температуры. Потихоньку, постепенно, и в течение, например, месяца, например, уже можно, да, этот организм начнет привыкать. И такие, мне кажется, такие крайности нежелательны. Вот мы живем на берегу моря, да? Я часто вижу в Каспийском море людей, которые купаются зимой. Насколько это безопасно, и действительно ли это так полезно? Может, наша коллега скажет, как раз она сама занимается моржеванием. Лучше нее, кажется. Да, Айшат Нахудадайвна, как давно вы этим занимаетесь? Айшат Нахудадайвна, которая у нас имеет огромный опыт и знает, как вообще в ЗОЖе правильно идти и направлять людей. Ну, в целом, оценка ваша, спасибо. Я вообще считаю, да, надо с лета начинать и делать это поэтапно. То есть температуры перепада должны быть не резкие. То есть начните с малого температуры даже в душе у себя дома. Не обязательно сразу на море моржевать. А начните просто температуру, которая для вас хотя бы на 1-2 градуса в отличие. Да, и постепенно расширять этот интервал и, соответственно, делать по несколько подходов. То есть я, как для себя практиковала, всегда в душе у меня должен быть контрастный. Да, вот это очень хорошо бодрит. Это, как Гульнара Аптолазизна сказала, иммунитет укрепляет. То есть и от простудных заболеваний. А на море, конечно, там есть свои плюсы, минусы. Кому можно, кому нельзя. Если есть какие-то хронические воспалительные процессы и так далее, то в этих случаях не стоит. Обязательно нужно разогреть тело, потому что тело должно прогреться для того, чтобы взбодриться и подготовиться. А вот когда уже вы прогрелись, то можно окунуться быстренько уже в тёплое место. И это вот такой адреналинчик. И это даёт такой дополнительный стимул для организма, для того, чтобы укрепить наш иммунитет, адаптивные способности организма. Они вот все укрепляются, конечно. Как понять, что процесс закаливания, он неправильный? Ну, сразу организм даст сбой, начнут заболевать. Простудная симптоматика простудных заболеваний появится. Поэтому лучше прекратить и уже дать время для восстановления организма вперёд. Если говорить о питании, давайте вернёмся к теме питания. Вот сейчас очень модно употреблять всякие БАДы, витамины. И считается, что они даже лучше, чем питание, потому что сейчас фрукты, овощи выращивают в разных условиях. По-разному они растут. И считается, что БАДы, витамины, добавки, они как бы являются полноценной заменой. Так ли это на самом деле? Могут ли они заменить здоровую пищу? Тут я скажу. Есть две стороны этой истории. На самом деле невозможно. То есть если у вас не сбалансировано питание, это однозначно. Всегда основой должно быть здоровое и рациональное питание, о котором мы ранее говорили. А дополнить это всё витаминами, минералами, да, в некоторых случаях необходимо. Но исключайте из рациона, что сейчас химикатами или недостаточно витаминов, или в почве не хватает. Тут очень много сейчас. Есть люди и учёные, и исследования, которые доказывают, что да, то есть почва не становится скудной. А есть, которые говорят, что да. То есть тут невозможно найти золотую середину. Но однозначно мы с питанием должны получать. Невозможно организм перестроить полностью на БАДы и витамины. И получать из них. Это всё же синтетические препараты. Есть, конечно, там более натуральные, из натуральных ингредиентов. Почему они БАДы? Потому что они, соответственно, не прошли определённых клинических испытаний. И их состав конкретно, то есть, соответственно, не обозначен. Польза есть. Да, есть в определённых ситуациях. Но нужно учитывать, что исключив своё здоровое питание, наш желудочно-кишечный тракт и физиология наша должна быть вот такой, который нам создал Всевышний дал. Зубы даны, чтобы жевать, соответственно, кишечник должен, соответственно, желудок пищеварения, выделять свои соки. Даже когда человек на вынужденном находится параэнтеральном питании, когда ему вливают питательные вещества, даже в таком периоде нельзя его делать длительно, потому что наш желудочно-кишечный тракт перестаёт правильно, адекватно усваивать пищу и, соответственно, функционировать. То есть, это всё говорит о том, что всё же в рацион, в первую очередь, нужно сначала сбалансировать рацион. А потом, что там необходимо в каких-то ситуациях, где-то заболевания, где нужно дополнить витамины и БАДы, да, это имеет место быть. Ещё одна модная привычка современности – это сыроедение. Вот вы сказали, что овощи, они полезны, если человек питается только овощами и только в сыром, необработанном виде. Может ли это быть полезным? Ну, как бы овощи же полезны, салаты. Действительно ли это так? Да, овощи полезны, это, конечно, мы проговорили. Но если говорить о чистом сыроедении, там есть, конечно, свои нюансы. И ссылаться на то, что наши предки издревле пока пытались сыроедением и так далее, то есть у них не было этих возможностей переработать, обработать пищу. Тем не менее, вот именно обработка термической пищи, во-первых, делает её менее безопасной для нас. А во-вторых, легче, то есть переваривается эта пища, то есть съесть мясо или рыбу. Во-первых, все знаем, что очень много паразитов и, соответственно, ненужных компонентов мы можем получать с едой. И так наш кишечник пытается, то есть мы даже с переработанной пищей получаем много, то есть именно через пищеварительный тракт идёт очень много ненужных компонентов, микробов и так далее, которые кишечник, соответственно, должен переработать, да, и желудочный сок его должен обеззаразить и так далее. Нагрузка увеличивается. И взять, если питаться только овощами, если говорить о той же пирамиде пищевого питания, то обязательно в нашем рационе это белки, 15% из нашего питания, 30% это жиры, и если говорить о рациональном, да, 55-60% это сложные углеводы. То есть получить из овощей и фруктов белки невозможно практически. То есть продукты сами по себе не являются только белками или только жирами или только этот. В каждом продукте есть небольшое количество и того, и того, где это превалирует, значит, это относится к более белковым, там, мясу и так далее, да, относится к белковому питанию, там параллельно есть, конечно, и жиры, да. Если это овощи, они находятся больше сложные углеводы, там практически белков мы очень мало получаем, надо есть очень большими порциями, а это невозможно усвоить. Поэтому везде должна быть балансирование и сыроедение. Это в каких-то случаях, где нужно какие-то очистки сделать, какой-то период на короткий и так далее. Не в чистом виде, конечно, мясо мы должны, и такие продукты, которые должны хорошо усваиваться, те же бобовые и так далее, они должны пройти определенную термическую переработку. Даже в бобовых и зерновых есть фитаты, которые очень плохо усваиваются, из-за чего плохо усваиваются эти продукты и белок, да, потому что он не дает усваиваться этим нутриентам, которые находятся в этих продуктах. А он уходит при термической обработке или при вымачивании, которое сейчас популярно, да, в том числе, но не полностью из-за вымачивания. А именно термическая обработка тоже частично убивает, вот именно убирает фитаты. Поэтому, конечно, все должно быть рациональным. Мы вот только за это. Еще есть такой миф, что еду нельзя запивать водой или какой-то жидкостью, это разбавляет желудочный сок. Это реальность или это все-таки действительно что-то из области мифов? Ну, к сожалению, сейчас в данный период наша молодежь, как бы заедая вот быстрыми полезными фасудами и запивая газированными напитками, ухудшает свое здоровье и способствует, как бы, вымыванию, да, всех питательных веществ, которые должны усваиваться. И также обычно вот газированные напитки и эти... Как это? Сладкие. Сладкие, да, газированные напитки, да, вот они содержатся в кофеин. Кофеин содержится также и сахара. И способствует как раз-таки увеличению, получению количества сахара в крови и приводит к ожирениям и различным заболеваниям сердечно-сосудистой системы. То есть можно сказать, что фастфуд является прямой причиной и распространение, увеличение числа больных с сахарным диабетом. Да, конечно. И не только с сахарным диабетом. А если запивать еду чистой водой, например, или чаем, или кофе? Тут добавлю я то, что вода вообще, да, в целом, если мы выпиваем воду во время приема пищи сухая еда, то и это комнатной температуры, то допустимо небольшое количество. Есть такое понимание, что как бы желудочный сок сейчас у многих снижена кислотность и так далее. И это приводит к ухудшению, соответственно, усвояемости, перевариванию пищи, да, разбавлению соков. Вот как бы это не приветствуется. Поэтому вода должна быть, во-первых, в небольшом количестве, темная, теплая температура. И желательно, чтобы, соответственно, вообще исключить холодные вот лимонады там со льдом, мохито и так далее, вот просто исключите своего рациона, потому что вы таким образом, как в холоде мы сворачиваемся, точно так же наш желудок, наш кишечник, наша поджелудочная, то есть она меньше начинает выделять соков, необходимых для переваривания пищи. Она собирается, она, соответственно, не дает полноценное усвоение. Поэтому, а если говорить о чае и кофе, тут тоже есть свои нюансы. Чай и кофе, который содержит большое количество танинов, они, к сожалению, могут препятствовать усвоению минералов, тот же кальций, железа и так далее. Поэтому наши добрые друзья-лезгины очень правильно делают до еды, пьют чай, вот рекомендую практиковать. Или через полчаса, через час после еды, как отдельный напиток. Кофе тоже имеет место быть, но не с прикусками, конечно, потому что частые перекусы, иногда мы даже не замечаем, мы думаем, мы ничего не едим, а в течение дня человек раз кусочек печеньки, чая попил, два, три, четыре, и того, вот каждый кусочек, который положил в рот, это уже прием пищи. То есть, и получается, у него 10 приемов пищи, 10 скачков инсулина, и он таким образом не дает организму, это же не конвейер, который бесконечно должна поступать в еду, должны быть чистые интервалы, в котором организм усваивает и переваривает. Вот это является одной из тоже ключевых причин, почему у нас избыточный вес. Тот же самый инсулинорезистентность и в дальнейшем сахарный диабет, потому что часто вот эти скачки, они, соответственно, инсулин, это самый главный враг усвоения наших жиров, то есть он не дает расщепляться жирам, поэтому надо это учитывать. У нас есть звонок в студию. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. То есть фрукты у вас не портятся, да? Спасибо огромное за такой чудесный вопрос вам. Спасибо за вопрос. На самом деле, вот она очень хороший вопрос задала. Сейчас вообще все привезенные фрукты, они все обрабатываются для того, чтобы они быстро не портились. Это маркетинг, это рынок, конечно же. Старайтесь брать фрукты, овощи, которые близки нашему региону, которые проращиваются в нашем, то есть в ближайшем окружении, где они долго не переносятся, не перевозятся и не хранятся. Поэтому предпочтение однозначно должно быть продуктом, которые являются более натуральными. И долгое хранение, это говорит о том, что там есть, конечно, химикаты, которые в том числе дают токсическую нагрузку для нашего организма. Ну а если фрукты обработаны парафином, его смыть кипятком, они становятся менее вредными? Ну вот этот парафин хотя бы уйдет. Если там уже внутри нитраты и всякие обработанные продукты, которые агропромышленность активно применяет, но это сложно оттуда. Есть некоторые моменты, конечно же, можно замачивать. Это, во-первых, выводит и паразиты, любую зелень, ягоды и так далее, все, что близко к земле. Мы этим обезопасываем себя для того, чтобы не было различных микробных и так далее. То есть заражений. Ну и плюс, конечно, оттуда выводится то, чем обработано хоть немножечко. Просто сода, соль. Можно добавить водичку, оставить на 10 минут. Вот такие вот хотя бы небольшие бытовые моменты. То есть не просто сполоснуть под краном, а подождать, пока оттуда вылезет вся живность, скажем так. И если говорить о питании, о рационе питания, принято считать, что молодежь, она может переварить все, и как бы для их желудка это не такая большая нагрузка, в том числе тот самый фастфуд. Так ли это на самом деле, или это впоследствии все-таки скажется на здоровье организма? Ну как? Ну после употребления фастфуда даже не даст много времени ждать. Пару месяцев уже будет замечать молодой человек, что какие-то изменения в организме пройдут, будут проходить. Даже просто увеличение массы тела. Приведет к этому и заболевания со стороны желудочно-кишечного втрата, гастриты, колиты, приводя к язвенной болезни желудка. Все в этот момент он будет наблюдать. Не нужно ждать даже несколько лет. До 25 лет, вот большой плюс, организм растет. Он, да, он то, что употребляется, если у него хороший обмен веществ, активность высокая, все хорошо, то есть избытка веса не бывает. Но мы все замечаем, что с годами прибавка массы тела увеличивается-увеличивается, потому что это избыток, а фастфуд это все быстро усваиваемые углеводы. Это быстро перевариваемая пища. Она не успеет поступить, и ее уже нет. То есть она дает быстрые скачки, поэтому она бесполезна, к сожалению, и дает такие заболевания, как сказала. Вот в связи с этим, да, сейчас у нас на носу новогодние праздники. Что сделать, чтобы не переедать? Может быть, есть там побольше овощей перед тем, как начать есть салаты с майонезом? Вообще, какие рекомендации, какие советы можете дать вот именно в канун праздников, когда люди дома сидят, отдыхают, ходят по гостям, активность относительно низкая, и много очень салатов с майонезом. Я вообще в первую рекомендации, просьба. Не нужно скупать все, что возможно, и именно в этот день попытаться все разнообразие блюд приготовить. Этим вы сами себе вредите, потому что хочется это все попробовать. И мы все люди, и мы, соответственно, глаз наш разбегается, поэтому постарайтесь приготовить. Вот наши предки, они не пытались, не питались с лоза сочиненными блюдами. То есть, все было легко. А мы пытаемся сделать салат из 150 ингредиентов, там и так далее. Это нагрузка на наш пищеварительный тракт. Он получает слишком много продуктов, которые не знают, как усвоить. Плюс, вообще, очень хорошая такая вот подсказочка. Просто посмотрите на стол, положите себе в тарелку все, что вы хотели бы съесть сразу. Потому что, если вы в течение будете класть, вы не поймете, сколько вы съели, да? Ваш мозг должен отсканировать, отцифровать все, что вы хотите съесть, понять, вот это мне достаточно или нет. Вот пусть это будет все разнообразие. Даже если очень хочется вот это разнообразие, положите, пусть будет две тарелки, пусть мозг ваш поймет, вот это все я должна съесть. И тогда, и потихонечку это все съедайте, смакуй, тщательно рожевывайте, получайте удовольствие. К сожалению, на сегодняшний день питание, оно является, пища является самым главным источником удовольствия. Вот это плохо. Поэтому, я думаю, здесь Гульнара Булазиза надо помнить, что нужно именно наш досуг правильно обустроить, да? Соответственно, праздники, здоровый образ жизни, активность и так далее. Вот оно, то есть чуть-чуть сместит наш фокус, что праздник это всегда еда. Но есть очень большой плюс, что нужно возвращать традиции, собираться вместе и делать совместные трапезы. Это всегда превысится. На сегодняшний день, к сожалению, молодежь идет там, компьютеру кушает прием пищи, там мама где-то там на ходу поела, пока готовила, отец там отдельно, то есть вот этого нету. Поэтому, если регулярно будут такие вот, традиции, которые нас собирают за столом, и это такой культ, как было всегда, да? Кушали даже с одной тарелки раньше, да? Вот в таком случае это будет совершенно другое, то есть не будет такой вот прям ожиданий, что вот именно в Новый год надо все съесть, и только за этим столом. И я думаю, что Гульнара Булазиза надо помнить, чем заменить удовольствие в эмоциях. Ну, эмоции, можно выйти прогуляться, если погода, конечно, позволяет, всей семьей. Семь дней или сколько дней выходных, да, впереди? Да, занять себя более физической нагрузкой, поехать в горы, если на лыжах покататься, где есть снег, можно себя занять, и действительно не отлеживаться, все выходные, все праздничные дни дома. Наши передачи подходят к концу. Какие рекомендации по профилактике заболеваний, по профилактике здорового образа жизни, по профилактике, по поддержанию здорового образа жизни вы можете дать нашим телезрителям? Ну, в целом, я проговорю, конечно, чтобы люди пришли к осознанному питанию, чтобы понимали, что мы кушаем, что мы едим, и что нам необходимо. Для этого сейчас доступность информации очень широкая, и, соответственно, конечно же, приходите в центр профилактики два раза в год, можно проходить профосмотры, чекап, которые вы по ОМС получаете, и можете в дальнейшем, то есть вот эта парадигма того, что мы должны к врачам идти только тогда, когда у нас что-то болит, надо убрать, а именно заниматься превенцией, профилактикой, прийти, посмотреть, послушать специалиста, получить рекомендации, применить их, и дальше посмотреть в следующий раз, как это все отразилось. Поэтому мы вас ждем, в нашем центре профилактики на профосмотре. Спасибо, что вы были сегодня с нами. Беседа была интересная, содержательная. Теперь я тоже буду ставить для себя все в тарелочку и визуально смотреть, что я собираюсь есть, вместо того, чтобы по отдельности это все есть и нагружать себя и свой организм. Я с вами на этом прощаюсь. Всего доброго. Берегите себя и своих близких, и пусть болезни обходят вас стороной. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!